Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам о новости, от которой я немного офигел. Новость является слухом, поэтому верить или нет, это ваше право. Дело в том, что один из ресурсов, который предоставляет некие инсайды по теме Microsoft, намекнул нам о том, что облачные технологии в игре Crackdown 3 это лишь демо-версия всей этой технологии. И что именно после выхода игры и анализа работы серверов, технологию начнут активно применять уже в будущих проектах. И самое тут интересное то, что эти самые облачные технологии позволят поддерживать срок жизни консолей Xbox One, даже после выхода консолей нового поколения. Это означает, что после выхода нового поколения игровых консолей, Xbox One все еще будет запускать новые игры. Если вы еще не поняли, то речь идет о стриминговом сервисе xCloud, который позволит запускать игры в консольном качестве на любом устройстве при помощи серверов Azure, которые находятся по всему миру. Если что, Россия также имеет эти сервера. Так вот, Xbox One будет не исключением и тоже будет поддерживать данный стриминговый сервис. Все это, конечно, очень здорово, но если подумать, то игры нового поколения будут требовать постоянного подключения к сети. И не факт, что все игры будут поддерживать данную технологию. Но вероятность того, что Xbox One сможет тянуть игры нового поколения, очень радует. Но вопрос, конечно, будет в том, насколько легко он будет их тянуть. С одной стороны, всю вычислительную мощь возьмут на себя сервера Azure. Но если интернет не такой быстрый, значит использовать стриминговый сервис не получится. Или работать он будет не так, как хотелось бы. Я, конечно, мало верю в силу облачных технологий, но прогресс не стоит на месте. И возможно, что в будущем данная технология реально обеспечит качественную и стабильную картинку. Естественно, с помощью подключения к сети на любом устройстве. Звучит, конечно, все круто, здорово, но опять же, поживем, увидим. Вот такая новость, друзья. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе следующих видосов. А также не забывай писать свое мнение насчет стримингового сервиса xCloud. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok